всем привет продолжаются вопросы в директ в stories про отеки хотя я недавно выпустил пост на эту тему но люди не знаю то ли не читав то ли не вникав то что я написал хотя я на 90 процентов вопросов которые мне поступают про отеки я дал там ответ сегодня хочу разобрать наиболее часто и наиболее типичные вопросы про отек про отеки как раз взятые из комментариев под этим конкретным постом но начнем с того что так скажем издалека когда я работал в поликлинике в кардиологом терапевтом ко мне очень часто прибегали молодые девушки и говорили что же такое меня мешки под глазами у меня отеки под глазами скорее всего мне сердечная недостаточность или мне отказывают почки и тому подобное пройдя некоторые обследования и не найдя никакой патологии они все равно утверждали что с ними что-то не так что обязательно они тяжело больны хотя во им было по 19 по 20 по 25 лет но хочу сказать почему возникают отеки под глазами самое главное это исключить очень грозную патологию такую как болезнь почек хроническую почечную недостаточность то есть проверить креатинин проверить белок в крови альбу общий белок крови альбумин крови скорость клубочкой фильтрации ну сделать еще допустим узи почек и если все это в норме то отеки под глазами возникают не из-за проблемы с почками при сердечной недостаточности при патологии сердца отеки начинаются не так скажем сверху то есть не с лица отеки начинается снизу с лодыжек с голени и идут вверх вплоть до передней брюшной стенки вот почему же возникает мешки под глазами на и страшно ли это вообще мешки под глазами возникает от первая самая основная причина недостаток сна если вы будет какой-то момент будете с моей смотреть мои stories и а иногда я просматриваю свои старые stories и когда да сейчас у меня такой не ненормированный график у меня все время мешки под глазами но это же не значит что я тяжело болен просто я не высыпаюсь второй момент аллергия на что-то на лекарство на пищевой проток ну на все на все что угодно может быть просто удержание жидкости в организме допустим при жаркой погоды или когда повышенная влажность ну вот от уровня гормонов в первую очередь гормонов щитовидной железы то есть те когда недостаток гормонов щитовидной железы пример гипотиреоз это может вызывать отеки либо вы переели что-то соленое один раз когда я был студентом я на ночь очень много соленого переел и у меня так один глаз причем один глаз так отек что его практически открыть не мог но я не побежал к врачам и не побежала обследовать себя с макушек до пяток я знал в чем причина я съел много соленого на следующий день эти отеки прошли также может быть и наследственный компонент в этом вопросе потому что был такой забавный случай когда ко мне пришла женщина молодая 30-летняя и говорит что вот у меня отеки под глазами ну вот и что что же со мной такое потом она как-то показала мне фотографию своего сына и своей дочери ну вот и и у них и форма лица была такая же я ну как и мешки под глазами круги вернее под глазами были то здесь есть и наследственный компонент вот и частое лечение это косметические какие-то манипуляции возможно даже блефоропластика но и с возрастом тоже могут быть отеки у пожилых людей потому что кожа может начать проседать жир который обычно ограничен областью вокруг глаз может перемещаться в область под глазами вот и кроме того пространство под глазами может накапливать жидкость делаю область под глазами опухшие то есть здесь так скажем тоже ничего жизни угрожающего ничего страшного нет это что касается отеков под глазами круга круг кругов под глазами второй часто распространенный вопрос по поводу амладипина но если у вас возникает отеки на амладипин я очень много раз говорил то есть если эти отеки небольшие небольшие и они вам не вызывают никакого дискомфорта можно продолжать пить амладипин либо заменить его на на препарат так скажем последней генерации то есть это лерканидипин на леркомен то есть это препарат также антагонист кальциевых каналов но он дает отеков меньше либо совсем не дает это уже как индивидуально ну вот надо ли с амладипином пить мочегонные препараты чтобы на фоне амладипина не было отеков нет в этом никакого смысла то есть если у вас отеки большие массивные на фоне амладипина амладипиновые отеки то мочегонные здесь особо не помогут то есть я не вижу никакого смысла в этом абсолютно вот дальше так и значит по поводу еще отеков я описывал этот случай у меня была коллега врач она увидела отеки у своего папы но эти отеки были из-за варикоза из-за варикозной болезни нижней конечности но она начала его лечить мочегонными да так долечил что у него калий был жизневыражающий а потом у него пошли аритмии и с этими аритмиями он пришел ко мне и там все выяснилось конечно это доктор могла загубить своего отца по незнанию поэтому если у вас появились отеки не нужно сразу бросаться за мочегонной терапии мочегонная терапия поможет только при сердечных отек ну липучных отеков а если его отеков есть другая другое происхождение то мочегонными препаратами можно только навредить так значит еще вопрос мне от отеков добавили вера шпирон большие дозы но результатов 0 терапевт никуда не направлять что делать ну вот классический вопрос классический случай когда не выяснена причина отеков и начинают лечить вера шпироном если вера шпирон мочегонный препарат не помогает отеков то значит причина отеков не в лишние жидкости в организме а какие какие-то другие есть причины поэтому нужно выяснять причину отеков как выяснять причину отеков наиболее частые распространенные причины я описал в посте в инстаграме пост называется отеки что делать кстати инстаграм не этот пост чуть не заблокировал потому что я назвал пост что делать при отеках и инстаграм расценил это как будто я вмешиваюсь в личную частную жизнь других людей он мне написал инстаграм администрации инстаграма что это то же самое что спросите а если у вас рак вот но я подавал апелляцию раза три и слава богу это пост оставили вот так так по поводу аллергической реакции по поводу аллергической реакции знаете если у вас была жизнеугрожающая аллергия так и такие как отек квинки анафилактический шок то вам противопоказаны препараты от давления из группы сортанов и из групп ингибиторов а пф апрелов то есть сортана что такое сортан это лазартана волсартан олмисартан талзап талмисартан и дарби прилой но это налаприл лизиноприла периндоприла ромиприл то есть вот эти вот группы препаратов если у вас был отек квинки или анафилактический шок вам они противопоказаны потому что это может спровоцировать еще развитие такой ситуации так значит следующий вопрос здравствуйте подскажите пожалуйста женщина 57 лет оттеки на ногах симметричные есть тяжести парастезии по узи и вен варикозное расширение на узи сердца фиброза артального клапана и метрального клапана с ригургитации первой степени достаточность три куски трикоспидального клапана дилетация левого предсердия фракция выброса 68 хирург отправил терапевта для лечения сердечных отеков ну я здесь хирургом не соглашусь я не думаю что здесь сердечные отеки вот скорее всего это ответе связанные с варикозной болезнью нижней конечности потому что метральная трикоспидальная регургитация первой степени это физиологическая она то есть может быть в пределах нормы но здесь конечно нужно еще смотреть по узи сердца на давление в легочном нижней полы вене и в легочной артерии но я думаю это не сердечно но хотя могут быть и сердечные плюс варикоз здесь конечно могут могут быть два компонента вот так же отеки мог быть при беременности что считается нормальным отеки могут быть при патологии каких-либо суставов при артрите тоже мне часто пишут вот у меня болят суставы или покраснели сустава и отек отекшие конечности это может быть как проявление воспалительных процессов суставов вот поэтому поэтому необходимо выявлять причину отеков а только лишь потом потом начинать лечение потому что если причина в варикозе или причина в лимфостазе вот по поводу лимфостаза тоже пишет вопросы у меня отекают верхние конечности а остальное в остальном нет отеков то здесь скорее всего это связано с лимфостазом если женщины нужно также проверять молочную железу проверять сосуды верхних конечностей и смотреть почему они отекают так что это не сердечные это не пучечные отеки это отеки не из соответственно не из-за варикоза когда отекает только верхние конечности вот и и от не от низкого содержания белка когда я работал в терапии достаточно часто были люди на пациенты с нефротическим синдромом что такое нефротический синдром это когда человек теряет много белка более 3 грамм в сутки то есть белок уходит из организма белка мало в крови жидкость не задерживается сосудах и выходит в так скажем в пространство межклеточное пространство вот возникает отеки чаще всего это бывает при патологии почек при серьезной патологии почек и я к чему это рассказываю просто отеки при таком состоянии они очень характерны когда человек их увидит один раз он потом не ошибется если увидит их второй раз пусть они могут начинаться с лица то есть сверху вниз не как сердечные отеки ну вот они как и сердечные отеки начинают снизу вверх а это начинается сверху вниз но они проявляются не только мешками под глазами они начинаются с мешков под глазами но потом очень очень быстро даже может за несколько дней спрогрессировать и когда уже так скажем а человек похож на водный такой мешок спасибо кто дослушал до конца всем пока